По оценкам экспертов, потребности в литий, металле, символизирующем переход к зеленой экономике, к 2030 году увеличатся в 18 раз, а на рубеже столетия в 2050 году аж в 50 раз. Литий, его соединение и сплавы критически необходимы для отраслей автопрома, авиастроения, металлургии, микроэлектроники, химии и других. Он особенно важен при производстве аккумуляторных батарей, большей емкости. Конференция «Литийум Дэй Узбекистан 2024» собрала представителей ведущих производителей и научных организаций республики, крупнейших участников мирового рынка лития, инженерных технологических компаний. Литий – один из наиболее востребованных и редких металлов в мире. Специалисты уже назвали данный элемент нефтью будущего. Причиной тому является широкое его использование в электротехнической отрасли, главным образом в производстве литий-ионных батарей и не только. Для сравнения, в вашем смартфоне лития примерно 3-5 граммов, ноутбуки – 20-50. На электросамокат расходуется до 2 килограмм данного металла. Электрокар задерживает в себе от 10 до 50 килограммов лития, а вот электробусом его необходимо целых 400 килограммов. С такими темпами производства к 2030 году потребность в литии вырастет в 18 раз, к 2050 году – уже в 50 раз. Формирующееся на наших глазах будущее требует быть готовым к коренным изменениям в мировой экономике. Организованная конференция посвящена теме критических металлов, где местные ученые и специалисты Германии обсудили все аспекты данного вопроса, начиная от геологоразведки до производства продуктов с добавленной стоимостью. Мы работаем над тем, чтобы у Узбекистана был выход на европейские рынки. Это будет особым вкладом в политическую и экономическую независимость для двух регионов. Это обычно называют «вин-вин», когда от взаимодействия выигрывают обе стороны. Узбекистан является одним из тех государств, которые предлагают интересные перспективы. Сейчас идет процесс подготовки к началу добычи лития, а также включению этого металла в цепочку поставок. Месторождения лития в Узбекистане уже привлекают инвесторов из-за рубежа. Эти ресурсы помогут в производстве аккумуляторных батарей. В нашем сотрудничестве важно взаимодействие на всех уровнях. Оно должно основываться на научных данных, технологиях и современных бизнес-моделях. Эксперты отмечают, хорошо проявивший себя кластерный метод от добычи такого важного металла, как медь, до выпуска соответствующей продукции, может быть также эффективно внедрена и на производство лития. Я думаю, что по направлению лития производства тоже Узбекистан возьмет именно такой курс. Развитие кластерного подхода в начальный шаг положен. То есть геологоразведка, уточнение запасов с привлечением ведущих мировых экспертов, привлечение здесь очень колоссальных капитальных вложений ведущих зарубежных инвесторов уже есть. Но дальше нам необходимо развивать наподобие медного кластера обоснование технологии добычи, непосредственно технологии переработки с получением уже чистого лития в металлическом виде. Дальше уже создание собственного производства литиевых продуктов. Возобновляемые источники энергии, производство электромобилей, IT-технологий, космическая и военная отрасли – это стратегические высокотехнологичные направления мировой экономики, которым необходимо большое количество критических металлов. Конференция же позволила научным кругам обсудить перспективы Узбекистана в этом направлении, наладить контакты и изучить опыт ведущих стран.